к тому это ты понимаешь действительно цена высока потому что давай поговорим о ядерных угрозах потому что они открыты начали опять елдой своей маленькой потому что значит он в этом заявлении про розу ветров ты слышал роза ветру по вашу сторону горит подует дурак или нет чем грозишь то ты о чем вообще разговор ведешь какое-то даже не нужно будет не человек они серьезно они же стали вам сегодня уже заявил мы предупредили грит в частном порядке я понял передал патрушу они общаются сказал что но он не раскрывает мы не можем публично это говорить чтобы не нарушить ну определенные наши ну такого дипломатика этического подхода я понимаю да потому сейчас каша кто-то это по-другому что-то волнение но и было скажу что с ними со всеми сделать конкретно достаточно ясно выражена совете по национальной безопасности тут дух трактов быть не может сегодняшняя новость и и кстати россия цитирует и речь о чем о том что вот сейчас многих напрягает украина даже обратилась к западным странам требует провести совет безопасности в связи с этими угрозами ну потому что применение ядерной стране это ну как бы это дичь из дичей на твой взгляд на твой взгляд все таки что это может быть если вот он все-таки безумен кинет тактический ядерно каким может быть ответ ну давай сначала начнем от печки танцевать вот я глубоко убежден и уверен я конечно могу ошибаться как любой человек но я лично убежден и уверен что если путин мог бы начать ядерную войну но ему его бы личные бункеры позволяли бы ему выжить а он бы начал вот я так вот и полагаю я мне кажется опять-таки могу ошибаться может я я когда-то переоценил благородство достоинства интеллект системы и путина и кремля может быть сейчас недооцениваю но мне кажется что он вытравил себе все человеческие качества все человеческие любовь сострадание там сочуешь сопереживание там стоит значит совесть вот нету меня ничего у меня однажды одно желание осталось удержаться выжать и так далее все что будет с миром абсолютно не волнует все эти к чему он не принять ядерное оружие потому что сам боится погибнуть на мой взгляд это вот главное так сказать мотивация не применение ядерного оружия но теперь мы проанализируем что сейчас есть и что может быть на мой взгляд я считаю что мобилизации проходящего она пока снимает вопрос применение ядерного оружия подчеркиваю пока она может не ключевое здесь слово но снимает вопрос снимается почему потому что я послушал там других военных экспертов которые тупо анализируют только военную систему не дают ни оценки россия наклепала огромное количество оборонительных сооружений не пожалела бетона железа и так далее особенно там херсонской области и далее везде приготовилась к обороне цена дальнейших наступлений контрнаступлений украинских вооруженных сил если они там не применят какую-то супер-пупер тактику и так далее она может быть очень высокой украины с таких сил больших чтобы положить там при штурмах в лобку этой обороны нет поэтому путин сейчас вот это проводя в режиме ашпарельной кошки мобилизатор что он делает он бросает в бой мясо пушечное но с какой целью он бросает его с целью затягивания войны пока не там перемелет пока эти гробы поедут пока там чего кто-то обретет боевой опыт если успеет и так далее таким образом хочет затянуть войну путин сейчас не хочет принять оружие и не готов принять оружие но он готов затягивать войну как говорится не мытьем так катанием мы заставим мир с путиным там общаться там потому что ну уже невозможно будет дальше терпеть этой войне и скажем там заключайте войну на любых условиях чтобы больше там не не бояться за наших детей тогда за нашей жизни вот он на что рассчитывает и вот пока есть пушечное мясо почему там три категории чем там три волны запланировали он хочет до предела затянуть войну можно и затянуть на год на год можно затянуть на полтора он будет очень рад на полтора при этом он будет каждый день говорит что я готов к миру давайте за мирные переговоры давайте за стол но вот видите это же наш территорий мы же присоединили и все вот это вот возня с территориями это не только имитация горной деятельности а это еще создание фундамента и приблога для будущего ядерного шантажа ведь он вот почему сейчас заговорил на ядерном оружии это вот как бы прокачка психологического фона на котором будет идти вот это шантаж вот этим ядерным оружием психологическое давление но пока он не будет его применять пока повестки этого на мой взгляд нет пока вот не перемелется все это мясо пока он не убедится том что с ним никто не сядет за стол переговоров пока он не убедится что он окончательно проиграл и никаких сил у него больше нет сопротивляться мировому сообществу а это будет ситуация и вот критический момент самый критический момент в этой войне наступит вот тогда когда он поймет что ему либо здесь звезда уж извините так сказать за созвучность либо там либо тут чужих его грохнут и у него нет возможности защититься либо свои табакетки прошибут вот в этот момент будет самый критический момент в этой войне потому что мы не знаем насколько у него там шарики зародки вот момент заедут насколько у у него будет там обострён или не обострён самосохранение, как он себя будет чувствовать и так далее. То есть масса факторов, которые мы сейчас с тобой просчитать не сможем. Может быть мы к этой ситуации подойдём там через полгода, или может быть через восемь месяцев. Вот я так думаю. Путин, конечно, безумен, но пока не полностью. Вот пределы его безумия таковы, что пока он не готов ни морально, ни психологически, ни организационно применять ядерное не готов, не хочет помирать. Ему не посказали, Ларин Ларин, слушай, смотри, нажимаешь красную кнопку, ставишь полтора часа или час. Это вот то время, когда тебе там нужно позвонить, попрощаться, написать письмо там, кому-то Алине будешь звонить или ещё кому-то по твоему выбору. В общем, всем скажи, что ты прощаешься, что из жизни уходишь. Вот у тебя есть там час, через час пролетает ракета, Заря, мы знаем, в каком ты бункере будешь находиться, нам всё мы знаем, и ты, значит, просто, ну там, не знаю, верующий ты, неверующий, может, наверное, неверующий, а если верующий, помолись на всякий случай, а друг поможет. Вот. Я думаю, что примерно вот так мы всё это объяснили, и, конечно, он сейчас не будет принять ядерное в данный момент и в ближайшие, на мой взгляд, месяцы мы от этого застрахованы, но педалировать ядерные угрозы он будет, а я, ребят, сумасшедший, а у меня 6 тысяч боеголовок, а у меня 6 тысяч боеголовок, раз тактические, оперативно-тактические, стратегические на различных вот этих носителях. И вот он будет этим затягивая войну, бросая в бой новое пушечное мясо, он будет где-то прокачивать тему ядерного удара, а я сошёл с ума, а я вот такой, а я не могу это контролировать, а вы нападаете на нашу территорию, которую мы присоединили, а у нас концепция, а у нас там, значит, безопасность, у нас Совет Безопасности, что я могу сделать? Мне сейчас скажут, что Совет Безопасности решит, я ядерный заряд удар. Вот такая будет, наверное, сейчас подлая такая игра до того момента, пока не кончится пушечное мясо.